Закрытые сельские школы становятся приютом для бездомных животных или заброшенными зданиями, которые со временем разрушаются. Село без учебного заведения – это село без людей. Так говорят жители Окилрош, где гимназию закрыли семь лет назад. Молодежь больше здесь ничего не удерживает. Они ищут новую малую родину в более крупных населенных пунктах, где их дети в безопасности и под присмотром. Осень 2013 года стала решающей в судьбе гимназии села Окилрош Новоаненского района. Тогда власти приняли решение о ее закрытии и переводе учеников в школу соседней коммуны Чубановка. Закрытие школы было в 2013 году. В сентябре месяце дети, 1 сентября 2013 года дети пришли у нас на учебную часть. А после осенних каникул 4 октября уже было решение закрытия школы. Для родителей это было как бы большим немножко стрессом, что закрывается школа, если закрывается школа, закрывается садик, это село умирает. Теперь в любую погоду и непогоду, в морозы, грозы, дождь, дети встают засветло, чтобы вовремя попасть на уроки. И возвращаются домой намного позже своих одноклассников, живущих в самой Чубановке. Этот автобус детей возят утром, в пол восьмого выезжают отсюда и привозят детей в 4 часа вечера. Это, конечно, немножко проблематично для деток начальных классов, потому что ребенок на урок в 8 часов садится, и в 12 часов он уже с собой. А с 12 до 3 дети, родители не знают, под каким они присмотром там и как. Так вот, приходится детям бегать до 4 часов вечера, покуда старшие классы закончатся уроки. Детский сад в Опел Рож тоже закрыли, и местные власти собираются это исправить, потому что дорога в соседнее село – мучение не только для малышей, но и для их родителей. Садик у нас хотелось бы, чтобы его открыли, потому что у нас 10 или 12 детей возят в соседнее село, в Костантиновку. А даже тех детей, которых возят, у нас транспорт, машина, дача легковая, которая только может перевозить 4 ребенка. Это иногда приходится, когда выходят все детки, два лица делать, чтобы отвезти их в Костантиновку. Ну а в здании школы работает только общественная библиотека, и сейчас она единственное место для души у селян. Как говорится, осталось одно уютное место для нашей деревни – это библиотека, где могут прийти, посидеть, поиграть, немножко порезвиться. У нас в библиотеке есть кружок «Умелые ручки», где мы потихоньку… Вот есть картины, как можем рисуем, какие-то лепки делаем на новогодние праздники, на 8 марта. По программе новотеки у нас было приобретено 4 компьютера. Мы участвовали в этой программе и выиграли, вот они есть. Если нужна какая-то информация, приходят, берут и взрослые, и какое-то даже сочинение написать, или математику что-то дома может нету, приходят. А так детки посещают библиотеку каждый день. Люди признают, школу надо возродить, хотя бы для младших классов. Без нее село оказалось на грани исчезновения. Такое решение в наше время, конечно, закрыть легко, а открыть это очень тяжело. И на сегодняшний день в каждом селе, чтобы село не умирало бы, у нас даже взять по всей Молдове, все деревни умирают. Почему? Потому что закрыли школу, закрыли садик, медработников нету, транспорта нету, молодежь, конечно, не придет в это село работать. Была работа, была жизнь. Закрылась школа, закрылся садик. Уже мы сами видим, что… Реформа системы образования, которая предусматривала оптимизацию учебных заведений, была осуществлена в 2012 году, когда должность министра образования занимала нынешний кандидат в президенты, Майя Санду. На вопрос, удачным ли было решение закрыть маленькие школы, она ушла от ответа. Почему? Потому что люди уходят, потому что у людей у них есть фрика чтобы их иметь семьи дома. В то же время, Майя Санду говорит, что любая реформа должна быть на благо народа. Продолжение реформы, когда реформы, нужно начать с людьми. Как это обеспечит ситуация людей? План оптимизации учреждений Давузовского образования предусматривал закрытие более 200 школы.